Рапс-культура известна еще за 4000 лет до нашей эры, но по достоинству оцененная уже в 20 веке нашей эры. Рапс – это рапсовое масло, маргарин, биотопливо, а также корма и премиксы для животных. Но сколько бы лет не прошло, задача остается одна и та же – качественно вырастить и сохранить растения. Рапс действительно нелегко сохранить. Его любят поесть бложка, проволочник. По осени прилетит рапсовый пилильщик, и если ничего не сделать, его личинки съедят все за два дня. Виктор Шаков, руководитель хозяйства, вспоминает слова губернатора Александра Богомаза, сказанные на одном из агросеминаров. Мне очень сильно запало, и я подписываюсь прямо под его словами, то есть поддерживаю точно. Это то, что как в авиации есть высший пилотаж, так раб серовой в сельском хозяйстве – это культура высшего пилотажа. Вывод один – хочешь результат – учись. Традицию проводить подобные агросеминары нашим сельхозникам привил губернатор. И как лозунг зазвучала – технология – залог высоких урожаев. У нас есть сортоиспытательный участок вместе с Виктором Михайловичем Шаковым. И есть у кого поучиться, и есть кому дать консультацию. Рапс сегодня перспективная культура. На полях Виктора Шакова как опытные, так и молодые сельхозтоваропроизводители. Представители Россельхозцентра, специалисты фирм поставщиков удобрений и средств защиты растений. У самого Шакова 65 гектаров азимова и 60 ярового рапса. Рапс у нас одна из перспективных культур в Брянской области. Последние годы площади ежегодно возрастают. Если взять пять лет назад, то под рапсом по области было занято около 20 тысяч гектар. В текущем году площадь составила свыше 30, то есть расширилась в полтора раза или более чем на 10 тысяч гектар. Выращивание рапса – настоящая наука. От подготовки пашни до уборки. Если пропахать не глубоко, корни будут расти в ширину. В случае засухи – это верная гибель растения. В общем, тонкостей много. И тем не менее, в прошлом году по области удалось получить урожая более 50 тысяч тонн. Учатся на таких сельхозсеминарах и выбору удобрений, и препаратов для протравки вредителей. Обязательно семена надо протравливать. И от болезней, и от вредителей. Я не буду застрять ваше внимание, не отбирать хлебозащитников. Они расскажут все свои препараты, какие и так далее, наиболее эффективны. Но это обязательное условие. Потому как, вы понимаете, эта культура особенная, богатая белком. И вот посещают и съедают активно более 40 видов вредителей. В этом году нападали на урожай цветоед и моль. А аномально жаркий июнь был мошкам и гусеницам только в помощь. Здесь без технологий не обойтись. Как и когда правильно обработать темы для обсуждения на подобных агросеминарах. Век живи, век учись. У меня нет налаженной, накатанной технологии. Ей быть не может. В сельском хозяйстве, если ты работаешь, ты должен лично контролировать и влажность, и температуру. Шаблона нет. Каждый год нужно что-то применять новое, изменять, изменять уже свои наработки. Виктор Михайлович постоянный участник и лектор на агросеминарах. В прошлом году собрал по 3 тонны азимового рапса с гектара. И в этом году ждет не меньшего урожая. Это и есть итог обучения и научного подхода в сельском хозяйстве. Андрей Мамошин, Сергей Дюков. События. Дубровский район.